Дорогие девушки! Дорогие женщины любого возраста, поздравляем вас с вашим праздником! С днем 8 марта! Как вот этот символ этого праздника, исторически сложившийся, он нас отправляет к традициям, к истокам этого праздника. И если вспомнить, он про равноправие. Равноправие женщин наравне с мужчинами. И вот в эти сложные времена об этом равноправии хочется вспомнить еще. Что жизнь каждого человека важна, независимо от национальности, вероисповедания, каких-то социальных норм, правил, отношений, принадлежности к тому или иному государству. Жизнь каждого важна. И как найти точку опоры, найти вот этот внутренний свет, найти силу. Особенно вот сейчас, когда многое непонятно и у нас большие тревоги и большие ожидания от будущего. Как найти эту опору? Поговорим мы сегодня. В программе «Артпитер Бэнд» единственная ведущая за вокалом в кадре Лена Ларина и мастер целительских практик Алексей Рябков. Да. Но прежде о театральной жизни нашего города. Итак, о театральной жизни нашего города, как говорим в таких случаях, выбор редакции телеканала «Артпитер». Так как неделя весьма праздничная, начнем чуть пораньше, чем обычно, с четверга. В четверг, 10 марта, приглашаем вас во дворец искусств на постановку «На струнах дождя». Рассказ о жизни немолодой женщины, вокруг которой призраками ходят интересные воспоминания и там какими-то вспышками оживают ситуации. Но звонок, реальный звонок молодого человека способен многое поменять в его жизни. И визит его воспринимается как возможность настоящей жизни, как шанс начать все снова и как новый мотив в мелодии старинного танго. 11 марта уже зовем вас в ДК Выборгский на спектакль «Двое море». Там тоже звезды, там Елена Берякова и Георгий Дронов. Что интересно, это жесткий конфликт двух молодых людей, но постепенно, шаг за шагом, они становятся близкими людьми, понимающими и прощающими. Возрождаясь к новой жизни, герои пьесы оставляют нас с надеждой на то, что точка возврата еще не пройдена, и каждый из нас не одинок в своем постоянном движении гармонии и любви. Ну а что касается всех выходных 11, 12 и 13 марта, то тут хочется сказать словами Булгакова. За мной читатель, я покажу тебе настоящую любовь. За мной зритель, я тоже поведу вас к настоящей любви. «Мастер и Маргарита. ЛДМ. Новая сцена». Замечательная постановка, которая радует нас уже долгие годы. Посмотрите, если не смотрели, и посмотрите еще раз, если есть такая возможность. Идите в театр, смотрите, радуйтесь и наслаждайтесь. Ведь если так подумать, сложные ситуации, которые дает нам жизнь, они нужны для того, чтобы что-то поняли, что-то осознали, в чем-то изменились. И любая стрессовая ситуация – это возможности выбора. Это когда старая система рушится, а новая еще не сложилась. И от того, чем мы будем наполнены, что мы будем транслировать, очень сильно зависит то, что будет с нами дальше. Не только с нами локально, но и с нами вообще. И этот источник внутри, он зависит от нас. К большому счету, мы всегда делаем выбор. Или из страха, из боли, из ненависти, из зависти, из каких-то своих установок, убеждений. Или делаем из любви. К большому счету, у нас только два состояния. Мы или в этих переживаниях находимся, или находимся, когда мы находим опору на свой внутренний источник. И это то, что мы можем выбрать. Быть даже в сложных ситуациях. Быть в любви. Быть наполненными. И найти эту опору в себе. Как найти? Расскажем несколько позже. Но пока прерываемся на музыку. И встречайте исполнителей, которые ратируются на телеканале ArtPiter. Сергей Дон. Да. Распахнулась дверь, и вошла она. Мисс, мечта, мисс, совершенство. Лёгким мотыльком мимо проплыла. И так защемило. Застучало сердце. Ах, какие плечи! Ах, какая стать! Ах, в глазах бездонных Тайна всей вселенной И застывни в силах Взгляд свой оторвать. Я уже люблю Самозапенно Медленный полстрот Вдруг наполнил зал В такт мой выход, как молитва. И я как орел Камнем между скал Цель близка ночую Будет жаркая Это битва Ах, какие плечи! Ах, какая грудь! Ах, в глазах бездонных Столько обещаний! Нет, не страшно Вому с головой Нырнуть В прежний мир Друзья, прощайте! Друзья, прощайте! Что есть наша жизнь Если не игра Ну, а кто же победитель? И любовь порой Так бывает зла Что, хоть мол, комбой Ну, где ты, ангел мой, хранитель? Ах, какие плечи! Ах, какая грудь! Ах, в глазах бездонных Столько обещаний! Нет, не страшно Вому с головой Нырнуть В прежний мир Друзья, прощайте! Нет, не страшно Когда мы говорим про внутреннюю опору То надо понимать Что каждый из нас является источником энергии И этот источник находится там же Где находятся наши искренние чувства То есть, когда мы проявляем себя в искренних чувствах У нас загорается свет Который создается в тот момент Когда мы проявляем себя в этом То есть, если мы радуемся Если мы любим Если мы дарим нежность Восхищение, уважение, благодарность Искренне Тогда мы обращаемся к этому внутреннему источнику Который наполняет нас изнутри И дает вот эту опору То есть, пока этот свет горит внутри нас Он как будто бы нас ведет Не как будто бы, а прям явно Это уже много раз мы наблюдали И ведет нас к нашей какой-то цели К нашему развитию К нашей реализации Где мы будем счастливы И нужно слушать этот свой интуитивный голос И позволять своим искренним чувствам раскрыться Есть несколько способов Как зажечь этот огонь Таких простых, доступных для каждого Конечно, можно найти человека Которого мы любим Которого нам легко любить И начать любовь дарить туда И это, наверное, самый такой Простой, очевидный способ Получается Но не всегда он доступен Но, тем не менее Мы дарим ему Дарим эту любовь в себе И дарим вообще всем остальным Принимая Оставаясь на вибрациях в любви Оставаясь на этой волне Принимая любовь от всего мира Таким образом Мы вносим свой вклад На эти чаши весов И которые ведут Гармоничному разрешению Другой способ Тоже очень простой И эффективный Когда мы вспоминаем Маленького ребенка Который радуется Который радуется просто так Своей какой-то такой Наивной простоте И находим Такую же радость себе То есть нам нужно найти Это состояние Этого внутреннего огня Который Загорится в нас И вот через эти Простые инструменты Мы можем этот огонь Внутри себя найти А дальше нам нужно его Раскрыть Дать ему разгореться И зажечь этим огнем Людей вокруг Обычно В своих медитациях Я рекомендую Вначале найти этот огонь В себе Наполниться изнутри И снаружи Потом найти В своем окружении В своих ощущениях Людей Которые ярко горят Этим огнем На одной волне С ними настроиться Подарить им Эту радость Принять эту радость От них И раскрыться Еще больше Подарить своим Родным и близким Это укрепит нас В этом состоянии И подарить всем тем Кто нуждается В этой энергии И дальше Та же формула Дарим Принимаем ее В ответ И наполняемся Зажигая этот огонь Еще ярче Внутри себя Зажигая его в других И это то Что управляет Нашим бессознательным И то Что связано С нашим бессознательным В этом Групповом Таком сообществе Может быть Какое Какое нас окружает Кое нас окружает Через наш род Да Через наши Дубины Какие-то родственные связи Через наш народ Через нашу страну Через исторические Какие-то процессы Какие-то глубокие Бессознательные Которым связан Вообще весь мир И так Мы зажигаем В людях Частичку добра Частичку радости Которая Ну Вот Исцеляет В них Ту боль Которая ведет Их к агрессии Ну да Ведь можно сказать Что Каждым Агрессивным Злом Человеке Живет Маленький ребенок Который Обижен Которому не хватает Любви И признания И вот Именно Этому Внутреннему Ребенку Этих людей Мы посылаем Эту частицу света Частицу добра Для того Чтобы у них Были силы Нести любовь Добро И радость людям И вот это Первые два способа Да И еще Будут способы Но сейчас Мы прерываемся На киножизнь И есть Предложение Вспомнить Замечательную премьеру Которая состоялась Практически Ровно год назад Майор Гром Мы сняли Замечательный репортаж Не побоюсь этого слова Потому что нам давали интервью Великолепные артисты Что там играли Давайте посмотрим Да Итак Мы Замечательная Валерная 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 И все Замечательная Валерная На киножизнь Это Майор Это Чарль Обор Это Соборности Которую мы Будем узнавать Мы Занырнули На самое Дно Кинопроизводства И Вытащили Жемчужину И Темкин Дворцовой площади Весь Петербург На самых главных улицах Какие-то Невероятно Масштабные декорации Какие-то Огромные Денежные Массовки Машины Взрывы Огонь А изначально Было ощущение Что надел пиджак Не по размеру Потому что Блондинистые волосы Очки Персонаж Для меня Слишком комичный И слишком яркий А моему персонажу Не хватает власти Не хватает Геройских Способностей Стать лидером И он хочет Это И он идет Всеми путями Слушайте Ну как минимум Я похудел На 10 килограмм За месяц А это не так уж По мне и не скажешь Что мне надо было худеть Но поверьте Сейчас в камере Видно Впечатлений То есть ярких Смешных Добрых Разных Всяких Грустных Печальных Сломанных Частей тела Порванных мышц Разбитых Сломанных Носов и рук Ну то есть очень много всего Выложились на 150 процентов Каждый отвечавший человек За что-либо Делал это Не старался сделать А делал это На максимум возможностей Доплыли до поверхности И надеемся Протянуть Эту же мчужу Зрителям и показать ее Ну потому что мы очень гордимся тем Что у нас получилось На самом деле мы готовы Грызть друг другу глотки Это абсолютно не так Мы правда Какой-то такой вот Не знаю Нашли общий язык Потому что ну комиксы Они все равно идут откуда-то Откуда-то Из детства Из желания Затворить новый мир Они идут от фантазии От воображения И это все очень Очень сплетает И объединяет Очень Трепещу его Волнуюсь Перед тем Как посмотреть его И у нас был пресс-показ Мы специально с ребятами Не пошли смотреть его Чтобы сегодня Ощутить праздник Мы посмотрим сегодня Зрители с 1 апреля в кино Я надеюсь Что люди оценят Зрители оценят Наши старания И проголосуют ногами Посмотрели Насладились Ничего вам не расскажем Потому как Подписали соглашение А не разглашение Но скажем только одно Идите Смотрите Майор Гром Так вот Мы уже С вами Вспомнили Что где-то В глубине души Всегда знали Даже если мы слышим Первый раз Что для того Чтобы начать любить Надо Начать любить И для этого Подойдет любой Кто-то Кому дарить любовь Это легко Пусть это будет Ваш близкий человек Пусть это будет Кошка Собака Кто Или даже Что угодно Что вызывает В вас Эти искренние чувства Он нужен только для того Чтобы раскрыться В этом А дальше Ведь созвучно быть Если слог Отбросить лишнее Охно Про стихи Чуть раньше Это Тирсо Думалина Да И дальше Раскрываться В этом Дарить Тому Кто ярко В этом Проявлен Ярче Чем мы Чтобы раскрыться В этом состоянии Больше Дарить своим Родным И близким А родные и близкие Для нас Это вообще весь мир И дарить вообще Всем Кому Не хватает Именно сейчас Этой любви Этой поддержки Не хватает В этой Маленьком ребенке Который живет В каждом Взрослом И хочет радоваться Искренне Да Чтобы Эта любовь Его переполняла Это можно делать Через любовь Можно делать Через радость Почему радость Потому что Любовь иногда Бывает сложная Особенно В тяжелых ситуациях Можно это делать Потому что Бывает что Эмоции перекрывают Через Благодарность Очень хорошая энергия Заполняющая Все вокруг Такая искренняя И теплая На самом деле На благодарность Тоже легко настроиться Вспомните Просто какой-то Подарок Который прям Был удачно Вам подарен И прям Вот превосходил Ваши ожидания И вопрос Не в цене А вот прям Как вот Индивидуально Душевно Был подобран И у каждого Наверное Тоже была Такая ситуация Когда вы тоже Дарили такой подарок Вот с искренней Благодарностью И вот Эти два состояния Поймать вместе И это поможет Вас настроить Вот на этот Нутренний огонь Благодарности Еще одна энергия Которая прям И ярко Доступна Всем Это ощущение Красоты Любое явление Природы Восход солнца Закат Звезды Луна Красивая Красивый цветок То есть То что Вызывает У вас Прям Неподдельное Восхищение Красотой Поможет вам Поймать Эту внутреннюю волну Настроиться На нее И дальше По той же схеме Дарим Принимаем Наполняемся Дарим тем Кого Этот огонь Горит ярче Чтоб настроиться На их волну Дарим своим Родным и близким И дарим Всем тем Кто в этой энергии Нуждается И прежде Чем Подвести Этот итог Немного Красоты Поэзии На этот раз От Анастасии Максимовой В лице Ильин Варен Конечно Да Зачем вообще Нужен телефон Четвертый Пятый Шестой Айфон Если звонит Кто угодно Только не он Зачем Мой шелк На его Картон Зачем Так молод Красив Умен Как ветер Свеж Как клинок Точен Как водка С перцем Кайен Ядрен Таких Не сыщешь На миллион Очень опасен Вооружен И ни одна Из моих корон Не помогает Пока есть Он Важно На всех этих Ситуациях Оставаться Наполненным Внутренним Светом Наполненным Любовью Чтобы на этих Невидимых Весах Которых Решается Наше Будущее Все-таки Они Шли в сторону Там Где Будут Все Счастливы Где Будет Решение Гармоничное Идеальное Для всех Нужно Больше Любви И каждый Из нас Является Этим Источником И Можно Находить Его Через Любовь Через Радость Через Красоту Через Благодарность И каждый Может Найти Свой Способ Зажечься Этой Любви Дарить Принимать И наполняться Но Еще важную На мой взгляд Мысль Хочу Сказать Что Этот Свет Нужно Дарить Вперед Дарить С уважением Дарить Даже С восхищением Это тоже Проявление Любви Ожидая Даже Не ожидая А как бы Даря Вперед Надеять Что ли Веря Зная Я бы даже сказала Вот именно Зная Внутри Внутренним Светом Ну что Все Это хорошо Дарить Сторону Того Чтобы Люди Все А это вообще Все Которые мы дарим Они нашли В себе Силы Вести себя Благородно С уважением К другим Жизням Так же Как К своей И к жизни Своих Близких И чтобы Все Нашли Любовь Радость Своей в сердце Благодарность Красоту Уважение И Вот этот Сложный Для всех Период Закончился Этим-то Новым Веянием Жизни Который бы Вот Радовал Нас всех По-настоящему Искренне Ну что же Искреннее Счастье Желают вам Единственная Ведущая Вокалом В кадре Лена Ларина И мастер Целительских Практик Алексей Рябков Программа Арпитер Бэнд Еще раз С 8 марта Спасибо всем Кто был с нами До встречи Пока До встречи Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин